День веков хронограф 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 площади города переименованы по такому поводу из хлебной в театральную. Этот театр долгие годы был единственным распространителем театрального искусства в губернии. История первого стационарного профессионального оперного театра в российской провинции начинается с постановки в 1875 году оперы «Жизнь за царя» Иван Сусанин Михаила Глинки. Основу репертуара составляли произведения русских композиторов «Жизнь за царя» и Руслана Людмила Глинки, «Русалка» Доргомышского, «Рогнеда» Серова, «Аскольдова» Могила Верстовского. В 1887 году труппу возглавил ярчайший дирижер России Иван Паленцов. За дирижерским пультом в разное время стояли блестящие дирижеры России. Арий Моисеевич Пазовский, Александр Васильевич Павлов Арбенин, Вячеслав Иванович Сук. В репертуаре были балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» Петра Чайковского, «Лауренсия» Александра Крейна, «Каменный цветок» и «Золушка» Сергея Прокофьева и другие спектакли. В годы Великой Отечественной войны состав оперной труппы пополнился солистами Большого театра России. В оркестре начали работать столичные музыканты. В 1956 году состоялись первые гастроли театра в Москве, получившие высокую оценку в центральной прессе. В 1977 году театр вновь был приглашен на гастроли в Москву. На сцене Большого театра прошли 15 спектаклей. За высокие достижения в области музыкального искусства Саратовскому театру было присвоено звание «Академический». На календаре 16 ноября и в заключении нашей программы «День веков-кронограф» самое время узнать о погоде. 16 ноября 1643 года на Украине и в Польше установилась зима. За сутки выпал глубокий снег, коню было по грудь. 16 ноября 1654 года в Западной Европе разыгралась знаменитая Балаклавская буря. Она обрушилась на англо-французский флот и причинила ему большой ущерб. Она прошла от Алжира через южные полуострова Европы. 16 ноября 1951 года в Москве была зарегистрирована самая низкая температура воздуха, наблюдавшаяся в этот день за весь период инструментальных наблюдений. Она составила 21 градус. Теперь заглянем в православный календарь. В этот день православная церковь отмечает память обновления храма святого великомученика Георгия в Либде. Родившийся в этот день на все руки мастер, ему следует носить оникс. С вами была программа «День веков хронограф». Ее ведущие я, Светлана Рудская. И я, Юрий Смирнов. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова